Привет, друзья! Прошло уже более 19 лет после съемок фильма ДМБ. Повествование во всем фильме ведется закадровым голосом Гены Бабкова, который начинает свой рассказ с того, как ловили призывников в 90-х годах. Армия, по словам повествующего, не брезговала никем идиотами, придурками, трусами, чудилами, сектантами, симулянтами и калеками. А теперь всех на распределительный пункт. Чао, Буратино! Со всеми ними находил общий язык военком, изрекая при этом приличествующие случаю мудрые сентенции о присяге, долге и о человеке. Друзья, вашему вниманию предлагаю короткое повествование о судьбах актеров, которые сыграли главные роли в киноленте. Товарищи военные, я, конечно, не против, если вы этого гидроцефала спеленаете, но он меня и моих закадык в армию транспортирует. Для зрителей Петр Коршунков стал узнаваем после выхода в свет фильма ДМБ, в котором он изобразил героя пулю. Помимо этого фильма, Коршунков снялся во всех его продолжениях, но как актер он так и не прославился. В его фильмографии значатся в основном эпизодические роли и роли второго плана. Так что ДМБ стал на данный момент его самым успешным кинопроектом. В списке кинематографических работ выпускника школы-студии МХАТ «18 ролей» изображал персонажей полнометражных фильмов и сериалов «Здравствуйте, мы ваша крыша», «Крапленый», «Дальнобойщики», «Громовый дом надежды», «Мурка» и другие. Что касается последних киноработ с участием актера, то в 2016 году он воплотил на экране образ участкового в сериале «Второе зрение». Судя по количеству кино, где задействован актер, то Коршунков является нечастым гостем на съемочных площадках. В октябре 2009 года был задержан с поличным при сбыте наркотиков. Его признали виновным и приговорили в феврале 2010 года к двум годам лишения свободы условно. Долгое время Коршунков являлся актером театра на Покровке, но в 2013 году от его услуг отказались. Сейчас актеру 49 лет. Если сравнивать всех актеров, которые снимались в главных ролях в ДМБ, то у Станислава Дужникова кинокарьера сложилась наиболее удачно. Многие телезрители знают актера по роли Лени в сериале «Воронины», также знаком по ролям в кинолентах «Параграф 78», «Каменская», «Метро», «Рубеж» и других. Но изначальную популярность он получил с картины ДМБ, благодаря своей роли вечно голодного парня Толика по прозвищу Бомба. На кастинг фильма молодой актер попал случайно, придя за компанию с коллегами из театра имени Гоголя. Образ разгильдяя Бомбы мгновенно заполнился зрителям, а картина имела такой сумасшедший успех, что в том же году было решено снять продолжение. Кроме кинокарьеры, Дужников также активно играет в театре. Что касается личной жизни, то актер был два раза женат. Отдельные интернет-источники называют первой женой Станислава Дужникова Рамилю Сабитову. И больше никакой информации, кроме той, что женщина по образованию врач не приводит. Второй женой актера стала Кристина Бабушкина. В браке появилась дочка. В 2010 году супруги развелись. Нынешнюю спутницу Станислава зовут Екатерина Волга. По слухам, актер сделал любимое предложение, но до свадьбы дело пока не дошло. Сейчас Станиславу Дужникову 45 лет. Все мы помним красноречивого молодого бабника Владислава, которому дали прозвище Штык. Эта роль стала самой яркой в немногочисленной фильмографии актера. За свою карьеру он снялся в 8 фильмах, но его роли были в основном эпизодическими. Кстати, актер снялся только в первой серии ДМБ, а потом роль Штыка стал исполнять Влад Коп. Кроме кинокарьеры, Михаил был одним из трех ведущих телепередачи Топ Гир Русская Версия. С 2002 по 2008 год работал корреспондентом газеты Авторевью. Являлся соавтором и соведущим программы Подорожник, выходившей в тот же период на Первом канале. С 2008 года главный редактор интернет-портала Drive.ru. Также Петровский увлекался музыкой. В 90-е годы пел и играл на гитаре в рок-группе «Паровоз», где являлся автором большинства песен. На данный момент Михаилу Петровскому 42 года. Товарищи призывники, надо поднимать всю глубину наших глубин. Российский актер и режиссер Сергей Арцебашев является заслуженным артистом России, а также обладателем Ордена Почета. Сергей Арцебашев известен как человек, создавший более 40 спектаклей и снявшийся в нескольких десятках фильмов. В ДМБ Сергей исполнил, наверное, самую смешную роль прапорщика Казакова. Сергей является основателем Московского театра на Покровке, а также был его художественным руководителем аж с 91-го года. С 2002 по 2011 год он был назначен худруком театра имени Маяковского. Таким образом, Сергею пришлось совмещать работу в обоих театрах. Вероятно, он до сих пор был бы худруком созданного им театра на Покровке и продолжал бы свою актерскую карьеру, если бы в 2015 году не умер от рака. На момент смерти актеру было 63 года. Помимо ДМБ, Арцебашев сыграл не последние роли в таких замечательных картинах, как «Забытая мелодия для Флейты», «12», «Ширли-мырли», «Дурак» и других. Товарищ Димбель, а когда нам кушать дадут? Никогда, товарищ Дух, это армия. Роман Качанов – один из создателей и режиссер фильма ДМБ. Помимо того, что он снял этот фильм, он же в нем и снялся в роли странноватого коптера Геры Либермана. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. После фильма ДМБ Роман снял такие киноленты, как «Даунхаус», «Арье», «Генобетон», которые получили кучу наград в признании зрителей и критиков. На сегодняшний день Роману Качанову 52 года. В личной жизни он дважды женат и от каждого брака у него по две дочери. В ДМБ знаменитый актер Сергей Габриэлян исполнил роль агрессивного еврейтора Галагуру, который сломал бомбе палец. Сергей продолжает быть верным актерскому ремеслу и по сей день снимается в фильмах и сериалах. Самые известные из них это Ширли Мэрли, «Даже не думай», «Антикиллер» и, конечно же, не забываем его бессменное появление в сериале «Молодежка», где он играет роль спортивного врача Василия Геннадьевича или Вазгена. В личной жизни Сергей женат на актрисе Ирине Бяковой. У пары родился сын. Сейчас актеру 57 лет. Ну чё, духи поганы. Будем служить как положено или будем глазки строить? Будем! Тогда ты, репетируй мне песню про девчонку, что ждёт, что в слезах. Михаил Владимиров исполнил роль старшего сержанта Лаврова, который хотел заразиться ветрянкой от оленеводов, а также случайно получил увечья от бомбы, когда тот слишком сильно раскачал кровать во время игры в «Дембельский поезд». Помимо ДМБ, он снялся в картинах Романа Качанова, «Даунхаус» и «Гена Бетон». Также играл в кинолентах «Обитаемый остров», «Братья Карамазовы», «Кровавая барыня» и других. В последующих частях ДМБ старшего сержанта Лаврова играл не он, а Михаил Полицеймако. Сейчас актёру 42 года. Надо ему указательный палец отнимать. Без указательного пальца в солдаты не берут, потому как стрелять нечем. Предлагают циркулярку, но если на дому, то и кусачками можно. Алексей Панин как актёр известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова, по телевизионному сериалу «Солдаты» и других. В ДМБ исполнил роль Пысы. О скандальной жизни Панина, наверное, всем известно. Не буду вдаваться в подробности. Только после всех этих многочисленных скандалов Алексея Панина стали намного реже приглашать на съёмки в кино. В 2017 году он стал ведущим интернет-шоу «Хайпа новости», выходившим на YouTube. А после написания на него диза блогера Данилы Поперечного, он записал ему ответку в жанре рэп. Но по признанию самого Панина, он далёк от интернета и просто делал всё то, что ему говорили. Актёр Алексей Панин планирует выехать из России. Об этом он сообщил КПРУ. Панин отметил, что его переезд точно будет не в США. Не помню, чтобы я где-то сообщал, что уезжаю жить в Америку. У меня действительно есть американская виза, но она давно просрочена. У меня есть действующая европейская виза. Переезд из России уже решён, но он намечен на следующий год, не раньше. Мне надо доделать свой фильм «Я вернулся». Пока я не могу всё бросить и переехать. И самая важная вещь – мне нужно продать квартиру, поскольку у меня нет средств, чтобы достать из коробки деньги и уехать. Плюс мне надо купить новое жильё в одном из европейских городов на побережье. Название страны пока говорить не буду, сказал Панин. В личной жизни встречался с актрисами Екатериной Никитиной, Любовью Зайцевой, Мариной Александровой, Катериной Шпицей. Ухаживал безответно за Татьяной Арнгольц. А 12 октября 2008 года фактическая жена, фотомодель и актриса Юлия Юдинцева родила дочь Анну. Но пара распалась и с 2008 года Панин и Юдинцева ведут борьбу за дочь. В 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить дочь Аню у себя. Также Алексей имеет ещё две дочери, которые родились в 2011 году. Одна от Татьяны Савиной и вторая от Ольги Маруженко. Официально был женат один раз на Людмиле Сергеевне Григорьевой с 2013 года по 2014. На сегодняшний день Алексею Панину 41 год. Друзья, ставьте лайк, если понравилось данное видео и всем успехов!